Гроза авианосцев Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США в Крыму Армии и войны Военное обозрение 8 июня 10.16 Гроза авианосцев Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США в Крыму Наш летающий ракетоносец американцы не полюбили еще с советских времен Виктор Сокерко Комментариев просмотров 4946 На фото Ту-22М3М Фото Егор Алеев ТАСС Материал комментируют Александр Дробышевский Это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Из советского еще прошлого, получивший кодификацию НАТО Backfire Известен еще по кинематографии В американском фильме «Цена страха» Экранизация романа «Тамак Лэнси» «Все страхи мира» Есть сцена применения Ту-22М3 против авианосца США В отечественном кино он отметился в забавной сцене в фильме «Особенности национальной охоты», запомнившейся еще фразой «Жить захочешь еще не так раскорячишься» Правда, на взлете вместо Ту-22М3 был показан Су-24М, а на рулении Ту-22М2 Американцы были точнее одним из предназначений этого бомбера является как раз уничтожение крупных кораблей противника Не случайно его называют «Грозой авианосцев» Сейчас, после глубокой модернизации дальнего бомбардировщика до уровня Ту-22М3М, американцы заговорили о нем вновь издание Назвала этот самолет неприятным сюрпризом для военно-морских сил США Помимо прочих обновлений их внимание привлек тот факт, что российская Тушка получила три современных противокорабельных ракеты Ха-32 Ее название произносится как Ха-32 Это крылатая ракета воздушного базирования класса «Воздух-поверхность» с дальностью поражения в шестистах Вопросительный знак 1000 км и скоростью около 5000 км в час, что позволяет ей прорывать прокласса «Иджис» Ха-32 летит к цели на высоте около 40 км, а на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании Сам бомбардировщик, который до модернизации летал на расстояние до 7000 км в час, получил увеличенный радиус действия А обновленная авионика заметно увеличила навигацию ракетоносца Истребитель Путина идет в серию ОАГ завалит армию Су-57, а ей столько не надо Авиационный завод способен произвести больше 76 новейших сушек Россия планирует до 2020 года, более реальный срок 2021 год, модернизировать около 30 Ту-22М3 до версии Ту-22М3М на Казанском заводе Горбунова, филиал Пауту Полев, и продлит ресурс планера до 40 календарных лет, а также выполнит комплекс работ по наступательным вооружениям этого самолета Появление таких бомбардировщиков на вооружении российской армии способно кардинально изменить расстановку сил на театре военных действий И это еще один повод для беспокойства США, которые долгое время не проводили модернизацию в своей противоракетной обороне на флоте и теперь им достаточно сложно совершенствовать оборонительные системы По крайней мере сейчас американцы бессильны против воздействия Ту-22М3М с его новым вооружением Еще одной неприятностью для США может стать вероятное размещение Ту-22М3М в Крыму Там в конце 2018 года завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек Авиабаза Гвардейская, способная принимать бомбардировщики тяжелого класса Понятно, что эта тушка, с ее большой дальностью полета, может гонять американские корабли, которые регулярно заходят в Черное море Из аэродромов Шайковка, запад Калужской области, и Оленья, Кольский полуостров, расположенных в европейской части страны, на размещение Ту-22М3М в Крыму внесет коррективы в расстановку сил С территории полуострова бомбардировщикам любая цель в Черном море станет близка и ВМС США Эту угрозу сразу оценили Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец был представлен в Казани в августе прошлого года После чего его передали на наземные и летные испытания Планируется, что российские ВКС получат такие обновленные воздушные машины уже в 2021 году Пока же в боевом строю большей частью остаются Ту-22М3, которые тоже успели пройти пусть и частичную, но достаточно серьезную модернизацию Есть такая поговорка, старый конь борозды не испортит, но и новую не вспашет Если применить ее к дальнему сверхзвуковому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 То этот конь, рожденный в конструкторском бюро Туполева еще в 1975 году Его предшественники Ту-22 и Ту-16 И сейчас способен вспахать новую борозду Возраст ему не помеха Заложенные технические характеристики позволяют этому дальнику и по сей день успешно решать боевые задачи К слову, небезызвестный американский В-52Б раздит воздушное пространство уже 50 лет И его планируется использовать еще 30 лет Так что на этом фоне наша Тушка более чем боеспособный воздушный боец Что же представляет собой Ту-22М3? Скорость на высоте 2 вопросительный знак 300 км в час Высота полета 13000 метров Дальность полета 6 вопросительный знак 7000 км Ту-22М3 машина большая Размах крыла самолета составляет порядка 35 метров По ширине практически половина футбольного поля Запас топлива на борту под 50 тонн Плюс оборудование и вооружение По сути, это летающий ракетоносец На самолете установлен комплекс пилотажно-навигационного оборудования Включающий инерциальную навигационную систему повышенной точности Система автоматического управления обеспечивает полет по заданному маршруту с выдерживанием запрограммированного профиля Ту-22М3 оснащен прицельно-навигационной системой Включающей РЛС большой мощности и оптическим бомбардировочным прицелом с телевизионным каналом Способным применяться в темное и светлое время суток Для дистанционного управления оборонительным вооружением в хвостовой части фюзеляжа размещена РЛС и телевизионный прицел Которые включают системы радиолокационной разведки и оповещения об облучении Активные системы постановки радиолокационных помех Устройства выброса отражателей и тепловых ловушек Нынешнее ракетное вооружение Ту-22М3 состоит из управляемых ракет Предназначенных для поражения крупных морских и наземных целей на дальности до 500 км Вооружение бомбардировщика дополнено гиперзвуковыми ракетами малой дальности Предназначенными для уничтожения стационарных наземных целей или РЛС противника Шесть ракет могут размещаться в фюзеляже Еще четыре ракеты подвешиваются под крылом и фюзеляжем Бомбовое вооружение располагается в фюзеляже и на четырех узлах внешней подвески Предусмотрено вооружение самолета высокоточными корректируемыми бомбами Дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 Предназначен для нанесения ракетных и бомбовых ударов в оперативных зонах Сухопутных и морских театров военных действий по неподвижным и подвижным объектам Управляемыми ракетами и авиационными бомбами как одиночно, так и в составе группы самолетов В любое время года и суток, в простых и сложных метеоусловиях При противодействии современных средств ПВО и применении радиоэлектронных помех Россиянам, как жителям богатейшей страны, продадут еду В долг падения реальных доходов население достигло дореволюционного уровня Этот самолет был продуктом своего времени и не имел аналогов по своим возможностям Говорит военный авиационный эксперт Александр Дробышевский В конце 80-х годов прошлого века он превосходил по своим возможностям Все подобные самолеты этого класса Бомбовая нагрузка для столь скоростного бомбардировщика была потрясающая Ту-22М3 мог одним точечным ударом уничтожить крупный объект противника Он мог сравнять горы с землей Сейчас в России осталось порядка 130 самолетов Ту-22М3 из 497, построенных в советские времена Около 100 законсервированы, остальные после модернизации успешно летают А вот на Украине, которой после раздела имущества СССР досталось 60 действующих Ту-22М и Ту-22М3 Эти стратегические бомбардировщики при помощи американцев банально пустили в утиль Оставили лишь 4 музейных экспоната Много ли выгоды извлекли от металлолома дорогостоящих самолетов власти Киева неизвестно Но стратегической авиации Украина лишилась навсегда Россия от своих старичков отказываться не собирается Самолет надежный и проверенный, а при современной начинке, так и вообще уникальный И модернизированный Ту-22М3М наглядное тому подтверждение послужит еще как минимум лет 30 Соответствуя при этом всем качествам современного бомбардировщика Военное обозрение В США построили авианосец, с которого не могут взлетать самолеты